я родилась в семье крестьян но скажем так по менталитету по образу жизни но мой папа из подвыборга мама из вас о псковской области и вот здесь уже санкт-петербурге те времена вот этого построения государства коммунизма и они наверно вот на заводы приехали никто не хотел жить особо в деревне же все хотели комфорта и мой старший брат 1 родился на первой линии здесь на васильевском острове нас была коммуналочка маленькая потом через год его 9 месяцев родилась я и моя сестра мы близняшки у меня сестра близняшка у нее зовут оля поэтому очень многие кто нас путают постоянно везде но это очень так забавно все время задаюсь вопросом вообще зачем бог придумал близнецов не как иногда получаю на этот ответ но больше у меня все-таки вопросы по каких-то внутри таких думаю почему с одним лицом одна и та же речь внешность манера разговора очень похожи но душа конечно разные характеры конечно разные такое ощущение что это как игра какая-то вот найди душу разгляди душу гляди вот узнай что за этим за этой внешностью стоит и вот мы когда родились уже государство там папа с мама не покрутились повертелись поспеши ствали и получили квартиру трехком то есть на телесном тоже в острове так началась моя история то есть я помню все как мы въезжали эту квартиру эти большие пространство и мне казалось таким большим большим и с этого момента я сразу стала помнить все в своей жизни то есть моя память я помню как и здесь вот прям ползала ходила вот мою кроватку на и вот прям ходила прямо смысле под столом и моя бабушка приезжала потом когда я помню она рассказывала что она приходила и молилась все время ходила и благодарила бог за то что бог так благословил эту нашу семью и подарил эту квартиру и жизнь как это было прекрасно вот прям светлый светлый детей своя комната родители своя зал много гостей друзей все время весело музыка родители в целом вкладывались в нас то все время это какое-то творчество мы ходили на разные занятия самого маленького детства также единственно что папа он был вот гиперумный он сейчас конечно гиперумный я горжусь своим отцом я благодарю что-то он воспитал во мне жажду любовь к знаниям она до сих пор у меня есть я бесконечно учусь вот сколько можно учиться мне как-то не остановить и мне это нравится и также вот он очень хорошо объясняет учит эту дорогие это перешел от моей жизни это же этим служу людям и работаю учитель во многом жизнь была настолько вот принципе прекрасный хороший что непонятно было то есть страдать было не за что папа был неверующим вам тоже но мама так мы православный ходили православный храм и я очень любила церковь я очень любила ходить в нее единственное что меня конечно отталкивала пугала это то что я не видела любви в людях от православной церкви но я так может быть скажу может это кому-то будет ну может сейчас уже меняется картина я знаю я дружу со многими православным езжу храмы со священниками общаюсь но на тот период времени это было очень много боли то есть у меня была жажда такое тянуться к богу познавать его я молилась и плакала я все время чего-то понимал что у меня есть что-то чего нет вот тут у бога примерно лет шесть когда я научилась читать я прочитал очень медленно но верно как-то наедине с собой маленькую детскую библию такую православную там как графика картиночки были я помню этот чудесный момент когда вот уже дочитываю до иисуса когда он умирал когда он вот я понимаю что это вот за меня вот он умирал хотя я не там не было так прописано было такое личное откровение что вот он такой хороший такой чудесный что вот он такой настоящий такой любящий такой прямо хороший хороший я поняла что я не такая и вообще людей таких не знаю я помню я такая была мысль что я задала себе из игроков ну так жаль что я никогда не познакомлюсь таким человеком что все это было так давно и теперь у меня прям внутри такое разочарование, ну все. Вот в чем смысл жизни, если я вот не знаю такого еще чудесного человека, я тем более тоже не такая. И вот это была первая встреча моя такая, наверное, с любовью Бога, которую я больше особо нигде не встречала. Кстати, вот папа мой был неверующий, но он все время говорил такие вещи, когда нужно было выгодно что-то такое нас научить или так сманипулировать, то он себя пользовался Библией, он читал ее дважды, как историческую книгу. И он все время говорил, вот, благодарите Бога, что у вас есть руки, ноги, глаза. И когда у нас было фермерское хозяйство, папа открыл, мы очень много работали. Просто с утра до вечера мы пахали, как взрослые люди, и были очень сильные, прокаченные, и умели все, и на тракторе ездить, и на гитаре играть, и вот папа учил всему, вдруг война это называлась так. Поэтому мы и видели во всем в этом такой потенциал, что это так здорово, и все, и папа учил это делать с радостью. То есть в целом из-за того, чтобы, то есть родители не верующие, но папа учил как бы более-менее христианским таким процессом, и это мне нравилось, и когда он говорил там о чистоте в браке, о том, какая девушка должна быть хорошей, он научил меня быть идеальной женой. То есть чтобы все было там, конечно, какие-то трудности бывают, но я умела все, и настолько была готова к браку, что для меня было естественно, что моя судьба это я выхожу замуж, я рожаю детей, рощу их и все. Ну и мое призвание вот стирать носки моему мужу, конечно, меня это где-то внутри печалило, потому что папа не пускал учиться, хотя он привил любовь к знаниям, но он говорил, что это не нужно. Мама же наоборот, что давайте учитесь и так далее. Благодаря тому, что мы поступили все-таки тайком на режиссуру театрализованных представлений праздников и эстрады, мы очень много изучали ритуалов языческих, потому что на тот момент изучение культуры, оно все зердилось на религии. Естественно, так как это светское учебное заведение, мы изучали, что язычество, хотя это далеко вообще не светское, это абсолютно духовные процессы, и мне как-то в голове так не состыковалось, думаю, странно, как-то мы прямо языческие обряды, мы черпаем историю, мы должны все это прокрутить. В итоге одновременно с этим мы поступили в СППГУ на факультет социологии, социальной антропологии. И стали изучать также, естественно, культуру через призму религии. И там вот я вот когда писала курсовые и анализировала разные религии, я для себя все-таки определилась, что христианство все-таки это самая адекватная для меня религия, которая как-то социализирует вообще человека. И вот уже когда я учился в СПГУ и на режиссуре одновременно, начались очень большие процессы в голове, потому что гадание, оно не давало мне ответов, я чувствовала, что есть верхъестественный мир, но состояние мое ухудшалось в каждом разе. И все время была такая мысль, она у меня где-то было раза три в жизни. Когда я много думала, много думала, в какой-то момент я помню вот раз, какое-то ощущение, что что-то от меня скрывается, вот какая-то информация от меня вот кроется, что-то не так, вообще все не так, вообще не так все, вообще что-то существует, тайна какая-то, которую я прямо хочу разгадать. Я любила разгадывать тайны, любила разгадывать головоломки. И у меня было такое внутри решение, что пока я не узнаю эту тайну, мне не хочется делать ни шагу в этой жизни. И еще мне было непонятно, почему конфликты с родными и близкими людьми, почему они никак не разрешаются. Вот вроде я стараюсь, я стараюсь, я бьюсь, неплохие отношения уже стали сестрой, она там все время в каких-то тяжелых состояниях, я уже устала от какой-то боли, что-то пытаешься, ничего не получается, где-то эта боль все внутри копится. В итоге единственное, что я знала, чему научила меня та же бабушка, которая гадает, это молитва «Отче наш» на старославянском. Я ее произносила как заклинание в самых удобных мне и нужных случаях, когда мне это нужно. И она, конечно, срабатывала, вот это вот срабатывало. И я стала молиться «Отче наш». Каждый раз, когда я доходила до места «Прости нам, Господи, грехи наши, якажи, мы прощаем должникам нашим». Естественно, я не анализировала эту молитву, ее просто, как сейчас христианцы говорят, провозглашала, ну просто я ее даже нет, я ее просто наговаривала, это так называется. Меня Бог останавливал вот в этот момент, когда «Прости нам, грехи наши», как и мы другим, и задала вопрос «А ты прощаешь вот там свою сестру?». И вдруг я заглядывала в сердце и видела, что у меня там столько боли. И как так? Я живу с таким непрощением. Домолиться же нужно до конца. Я вот этот промежуток начинала прощать. Просто прощаю, прощаю, прощаю. И я чувствовала такую боль сильную, как будто я ножом режу свое сердце самостоятельно. Ну это без анестезии такой. Потому что я хотела быть хорошей, я хотела быть святой. Я прямо жаждала этого. Трудно объяснить вот почему. Потому что в целом я не блудила, я не пила прям такие, я там не курила, зла такого прям не делала никому. Но жажда вот такая к свету она всегда была. И когда вот я попросила, прощала все, прощала все-все-все всех, домолилась этой молитвой, ложилась спать. На следующий день я все равно ходила с какой-то тяжестью и принимала решение вечером опять молиться этой молитвой. Опять молилась, опять доходила это место, опять встречалась с этой болью, опять прощала. И так вот просто не помню сколько времени это происходило, что я только не делала. На колени вставала, думаю, что это не так, надо на коленочке. Так как это перед Богом, ты берешь и сидишь. Надо же как-то по-человечески. Вот стою на коленочке, опять слезы, сопли, опять мне эта боль, опять я прощаю. Все думаю, ну точно должно помочь. И так каждый день я что-то пробовала, то на иконочку, то я ее поцелую в какой-то раз, то прижму к сердцу. В конце концов, я остановилась просто в разочаровании, такое, что ничего не работает и обратила внимание на эту икону и вижу, что там Мария. Конечно, я на Марию молилась, естественно. Женщина ближе, что-то такое нежное, доброе. Ну что было, то и молилась. А тут я решила обратить внимание на вот этого мальчика, которого держит Мария. И думаю, зачем мне этот мальчик, он мне не нужен. Думаю, хочу его убрать прям. И потом, думаю, ну как-то она его так держит, думаю, так торжественно, как будто он важней. Думаю, ну ладно уж, Мария, я посмотрю на твоего мальчика. Думаю, что же за мальчик такой? А, это же, наверное, Иисус. Мария же Иисуса родила. А что? Ну и что? Ну и кто такой Иисус? А, Иисус – это же Сын Божий, Который умирал за все грехи. Это вот все, что я вот вычерпала из своей головы, из всей истории, что я могла знать. И как только я стала размышлять о Христе, вот об этом мальчике. Вот об Иисусе прям проговаривать, думать. Вдруг произошло такое присутствие Бога. Это я потом поняла, что это было присутствие Бога, но в тот момент я почувствовала эту святость Его. Я переживаю Его святость и чувствую, как на фоне Его святости я вот грешница. Вот я просто вот ужас какой-то, вот тьма просто. Я такая плохая-плохая. Но из-за того, что у меня характер такой был дерзкий, потому что я уже устала, я говорила, ну так и что? И чего дальше? Хорошо, окей. Я согласна идти в ад. Мне как бы проблем нет. Так, так, так. Ну я послушная вообще девочка была. Надо так, что дальше ты делаешь? И что? И четко у меня была такая мысль, была я в церковь. Хотя я была уже много раз в церкви и, естественно, мне это ничего не помогало. Мне никто не рассказывал конкретно об Иисусе. То есть такая встреча была лично здесь дома. Я в метро буквально в этот же день встретила парня, который рассказывал об Иисусе, прямо в электричке, другим парням. И раздавал им такие, дал листовки. И когда я увидела, что там написано «Бог есть» этой листовки, мне так захотел эту листовку, что я даже думала, что же делать? Украсть эту листовку у них, что ли? В итоге я расстроилась, смешно, и вырывать нельзя, просить я не умела. Как-то я в итоге уже увидела, что все-таки у него целая пачка этих листовок, и ему быть не жалко. Я попросила Бога, даже помню тогда, Господи, займи сил, я хочу попросить у него, чтобы он мне дал эту листовку. И попросила, да можно листовочку, пожалуйста? Он такой, конечно, на тебе и эту, и эту. И уже прямо в метро, мне нужна была только одна, он ничего мне не сказал. Я открыла ту листовку, в которой просто было описано, почему люди во грехе, как Адам, Се, вот эта история короткая про Христа. И я шла всю дорогу вот так в метро, уже трясла головой, что я понимаю, ах, вот почему вся эта боль внутри меня, ах, вот почему ничего не проходит, а вот откуда эта грязь, это грех, и что я ничего не смогу сделать, сколько бы я там ничего не делала. И в конце была молитва покаяния. Конечно, я прямо там ее помолилась, у меня текли слезы, и уже на эскалаторе на этом я поднималась, как вот из ада в рай, в такой свет, и это было вот дыхание такой свежести, жизни. И я пришла в церковь, там были тоже удивительные чудеса, слово знания, пророчества о том, что придет девушка в церковь, которая зовут Таня, и они описывали прямо вот все, что со мной происходило. Это тоже для меня было большим свидетельством, что Бог живой, я пережила прямо его прикосновения физически, и в первую жизнь я поняла, что Бог меня любит. Раньше я думала, что мы его должны любить. Ну, конечно, мы как-то, ты смеешь так, ну, не любить Бога. Все, ты его любишь, но когда я пережила вот это, что Бог, Он тоже меня любит, это вот перевернуло все мое вообще сознание. Когда уже произошло рождение свыше, освобождение от страха будущего, страха жизни, вот это я поняла, что у меня я личность, что у меня есть свобода выбора, Бог просто много чего убрал из моей головы, и у меня прям перепрошивка такая произошла мозгу. Я стала учиться в разу лучше, просто от личницы круглые. У меня просто мозг стал работать как компьютер. Очень большой прогресс пошел в учебе во всех сферах. И также, я когда пришла домой после вот освобождения, я открыла Библию, я больше вот просто не могла остановиться и не читать. У меня просто шаг за шагом, я каждый стих вот так чела. Вот так у меня было. И у меня так вот так вот. Вот так я выдохнула опять, следующий стих. Я вот так просто Библию вот, я ночами ее читала, я днями читала, я прям жила ей. Я полностью оставила все, вот прям отложила все. Я даже в тот период времени бросила университет, бросила режиссуру, и пошла в Богословскую Академию. У меня как исключение взяли туда, хотя я не была ни член церкви, ничего. Через две недели после того, как мы ходили в церкви, потому что сестра посмотрела на результат и тоже захотела, конечно. Вот. И пришла в мое сердце самое главное — это любовь. Вот просто. Она просто пришла, и все. Мне не надо было ничего делать, мы просто наполнены нас любовью. И когда я, у меня ничто не тикатило, ничего не злило, меня ничего не возмущало, мне ни на что не бежало. Я просто, ты представляешь, Бог, вот Он такой чудесный, вот, и все. Я выжила только им. И до сих пор прям благодарю Богу, что это 20 лет будет в этом году, как исполнилось. И поэтому любовь для меня живой, наполненный чудесами, радостью. И всегда для меня это семья самая первая. Сам Господь, Иисус Сын и Дух Святой. Субтитры создавал DimaTorzok